Нумеровать его вершины каждую нулями и единицами. Ну, например, написать вот так 0,1, чтобы любые две соседние вершины отличались бы не менее, чем в двух позициях. Чтобы просто отличались, очень легко. Потому что достаточно в произвольном порядке написать трое цифр 0,1 как раз в этих штуках. А вот нужно, чтобы отличались не менее, чем в двух позициях. Занумеруйте вершины куба тройками цифр 0,1 или 0,0,0,1,1,1, чтобы в любых двух соседних вершинах, соседних имеется в виду прямой, отличие было бы не меньше, чем в двух разрядах. Занумеруйте тройками нулей и единиц, чтобы отличие в любых двух соседних вершинах было в трех или в двух разрядах. Занумеруйте численность в том, что трое нулей и единиц ровно восемь штуков. Соответственно, у вас где-то должно быть написано 0,0,0, где-то должно быть написано 0,1,0, где-то 1,1,1. Все восемь вариантов по одному разу должны быть использованы. Иначе вы могли бы в шахту по порядку в четырех местах написать 0,0,0, в четырех местах написать 1,1,1, и у вас бы сразу получился. Это, конечно, все знают про возможность шахтной раскраски, но нет, здесь не о том вопросе. Так, ну давайте, конечно, проверять. Смотрим, скажем, 1,1,1. Здесь отличается два нолика, два нолика, два нолика. Отлично. Эта вершина отличается в двух позициях от этой, здесь вот отличается в первых двух позициях. С этой вершиной все хорошо. Эта вершина отличается в двух позициях от этой, отличается в первых двух позициях от этой. Тоже все хорошо. Это отличается здесь тоже замечательно, здесь тоже отличается. Слушайте, в общем, правильно? Так, господа, как можно было догадаться до этой картины? Ну, на самом деле, понятно. Надо было сначала взять отрезок и написать на его конца более тихо. Это эффект. Потом отрезок превращается в квадрат. Так, а именно, здесь в объеме мы пишем 0,1. Но я сейчас хочу, все равно получается, что в двух позициях нельзя, да? Ну да, жаль, жаль. Хорошо, все равно напишем здесь 1,1 и 0,1. Здесь отличие опять на одну позицию. Так, теперь вопрос, как превратить квадрат. Так, это будет полезно. Отрезок нам никак не помог. Каждый раз вершину заменю на противоположную. То есть, где были две единицы, напишу 2,0. Где было 0,1, напишу 1,0. Здесь напишу 1,1. А здесь, соответственно, напишу 0,1. Отлично. И теперь сделаю так. Так, вот к всем вот этим вот припишу 0, а ко всем вот этим припишу 1. Так, интересно, у меня получилось или нет? Нет. Если, разумеется, все единицы. Александр Васильевич, конечно нет. Почему? Потому что надо было написать по диагонали 1 и по другой диагонали 0 в квадрате. Из-за того, что у вас теперь по сторонам вертикальная и горизонтальная все равно точно так же отличается только в одном разряде. Надо было чередовать нолики и единички. Ага. И 0,0,0,1,0. Вот эта сторона, например, по-прежнему отличается в одном разряде, да? Да. Надо было чередовать в каждом квадрате. Что такое чередовать в квадрате? Я неправильно приписывал вот эти последние нули и единицы, да? Надо было их приписать по шахматному принципу. И, соответственно, стираю здесь и вяжу здесь нули. Так. Это правильно или нет? Это та же самая картинка, только дольки заведены до единицы, а единицы до дольки. Я просто пытаюсь понять, как можно было на нее догадаться. Хорошо. А теперь давайте подумаем, что будет, если я возьму четырехмемник. Что такое четырехмемник? Это нужно взять вот эту картинку, поднять ее на некоторое расстояние и нарисовать ее здесь, а еще соединить каждую точку. Вот так далее. Замечательно. Замечательно. Что же я могу сделать? Я могу в шахматном порядке приписать что? Вот здесь, можно посмотреть, приписываю ноль, единицы, единицы, где приписываю ноль. Любой куб может быть раскрашен в шахматном порядке. Половина вершин одного цвета, половина другого. Так что соседние разные цвета. Понятно? И, соответственно, у меня получится уже не тройкицы, а четверкицы. И в соседних вершинах четырехмерного куба отличие уже будет минимум на сколько разряда? На три разряда. Субтитры создавал DimaTorzok